Друзья мои, всем привет! И сегодня хочу вам показать и рассказать о таком красивом тропическом растении под названием катарантус. Выращиваю я его уже не первый год из семян. И неоднократно, когда я летом уезжаю на море, в тех странах, где я бываю, он практически растет везде. Я показываю, насколько он там обильно и пышно цветет. А все почему? А все потому, что данному растению необходимо два составляющих. Это солнце и тепло. Помимо того, что теплые дни у нас в южных регионах, там еще теплые и ночи. То есть для катарантуса это лафа. Что нельзя сказать о регионах наших, где у нас лето короткое, дождливое, холодное. Это лето было довольно приличным. Но, несмотря на это, все равно катарантус во всей красе себя не проявил. Именно потому, что большую часть он стоял под навесом на моей тенистой террасе. Если бы я его почаще выставляла на солнышко, вполне возможно, цветение было бы более активным. Ну а так в июне у нас часто происходят возвратные заморозки. Заморозков катарантус очень сильно боится. В июле, как правило, тоже холодные ночи. Ну и что же говорить про август. То есть в принципе в наших условиях катарантусу-то в принципе и некогда разгуляться. Поэтому, друзья мои, не знаю, насколько уместно его выращивать и высаживать в наших регионах в открытый грунт. Сходит он тоже довольно проблемно. Но если вас устраивает то, что некоторое время он вас радует, то, конечно, тогда да, смело сейте. Друзья мои, ну а вот так выглядит катарантус, который растет у меня в домашних комнатных условиях. Данный вид катарантуса у меня выращен из семян от компании Биотехника. Меня, конечно же, заинтересовали такие необычные расцветки. Ну и плюс ко всему кустик здесь полуампельной формы. Он начинает куститься уже от основания. И поэтому получается довольно пышным. В комнатных условиях домашних, естественно, катарантус застрахован от перепада ночных и дневных температур. Если на лоджии начнутся первые заморозки, то в ночные часы я обязательно буду его оттуда забирать. Ну и подытожить я хочу, наверное, так, что если у вас каждый год теплое, хорошее солнечное лето, то, конечно, его можно высаживать в озоны на улице. Но если лето дождливое, холодное, то я бы все-таки рекомендовала его выращивать исключительно как комнатное растение. Ну или хотя бы в ночные часы катарантус забирать домой. Вот как-то так, друзья мои. Рассказала я немножко о таком красивом цветке. А вам уже самим решать, стоит его заводить у себя дома и в саду или нет. Всем пока-пока!